Всем привет, друзья! С вами Нильф Гордон, это игра Терратэч и мы продолжаем! И я на всякий случай напоминаю, потому что вот некоторые говорят, зачем ты об этом говоришь, а некоторые говорят наоборот, что хорошо, что я об этом напоминаю. Ребят, 200 лайков и мы сразу же начинаем готовить. Кто мы? Ну, я начинаю сразу же готовить следующую серию на следующий день. Так что, ребят, всё зависит от вас. 200 лайков набираем и будет вам ещё одна серия по Терратэч. И вот сейчас вот я могу сказать, что возникла, наверное, небольшая проблема. Крафт, он медленный, но всё равно он медленный, вот как бы я не хотел, но он медленный и процесс довольно-таки реально медленный. Я попытался увеличить количество, количество, вот смотрите, заводов поставил больше, да, но всё равно он делает, вот у нас вот такая секция и он делает крафты, вот эта секция последовательно. Сначала определённые, то есть сначала, вот допустим, если я здесь выставил, сначала их, потом это, потом это, это. То есть он не может сразу делать два. И из-за этого весь процесс довольно-таки замедляется и довольно-таки, ну, серьёзно, я бы сказал, замедляется. То есть, чтобы скрафтить мне какие-то блоки, мне приходится довольно-таки долго ждать. И вот недавно говорил кто-то, можно купить, можно довольно-таки быстро покупать. Во-первых, блоки не все попадаются, которые бы хотелось, а даже вот в последнем обновлении писали, что самые такие дорогие блоки, они будут очень редко попадаться в магазине. И цена их довольно-таки высокая, допустим, вот даже Ховар купить две тысячи стоит, а он всего лишь один здесь продаётся, допустим, чёрная дыра, восемь тысяч. Я к тому, что остальные цены, допустим, на какую-то пушку или ещё что-то, они цены-то высокие. Вот обычный винтовка, да, то есть обычный пулемёт, он стоит шесть тысяч, ребят. Лазер шесть тысяч, и это дорого. Но как бы оно ни было, в любом случае придётся играть, и в любом случае придётся пытаться развиваться. Вот сейчас я как раз-таки привёз ресурсы, вот эти синие кристаллы, чтобы продолжить крафтить себе двигатели. Так вот, что же дальше? Я не буду здесь создавать устройство, я сейчас построю себе отдельный, так сказать, ну, какую-то базку маленькую, да, с батареями, где как раз-таки я буду строить устройство. Чтоб, ну, вот не строить с 17 фпсом, да, и чтобы вам показывать с хорошим фпсом все постройки. А здесь будет именно крафтильно, то есть здесь база будет функциональная. Единственная проблема только в том, что вот на таком огромном расстоянии, от которого я сейчас уеду, чтобы фпс поднялся, эта база не будет функционировать. То есть, чтобы мне здесь крафтить какие-то предметы, мне придётся сюда вернуться, и здесь простоять некоторое время, и только тогда начать, ну, как бы, потом возвращаться, так скажем, обратно, да, то есть, и после этого уже вот как-то начинать крафтить. Так что давайте я найду место, и мы попытаемся что-нибудь построить. На самом деле место, ну, оно как бы очень близко, да, то есть вот по прямой, я так скажем, вот там вот моя основная база, и вот по прямой я, грубо говоря, проезжаю, и здесь я вот нахожу, во-первых, дронов, которые я спасал тут за кадром, да, и вот я нахожу ещё одну торговую точку, пускай она будет рядышком, и вот здесь вот где-нибудь я сейчас построю, прям посередине соляной пустыни, построю как раз-таки себе вышку, которая будет заряжать мои устройства, ну, и вообще как бы поддерживать энергию. Энергии все мои конструкции. Так, что же у меня получилось? Ну, это получилась вот такая вот базка, это одновременно и заряжающий комплекс, который будет заряжать все мои устройства, и заодно и отстреливаться при этом при всём, сейчас давайте я попытаюсь на него переключиться, при этом при всём оно как бы, ну, стреляет, вот видите, довольно-таки далеко, да, то есть, и в принципе можно, конечно, потом ещё сюда ракету куда-нибудь поставить, да, чтобы прям такой залп был. То есть, как только замечается враг, прям вот на расстоянии засече... как это правильно? На расстоянии того, как засекут радары, залп ракета разрывал уже наших врагов. И вообще я хотел сегодня построить маленький прототип самолёта. Ну, что же у меня получилось? Это самолёт с реактивными двигателями и с пропеллерами. То есть, именно так вот я решил сделать, попытаться, то есть, поэкспериментировать и посмотреть, как это вообще получится, сколько мощности будет у него, как он вообще будет реагировать на какие-то моменты. И, в принципе, тут очень сложно, ребят, что-то сказать, потому что он получился, ну, немножко странный. Сейчас попытаюсь объяснить, кстати, можно ещё кое-какие моменты добавить. Ну, вроде бы, вот на данный момент меня пока что всё устраивает. То есть, у нас стоит 4 двигателя реактивных, 2 батареи Вентуровских, у нас шасси, у нас 5 реактивных ракет, самых мощных, да, то есть курсовых. У нас есть крылья, вот эти вот я добавил и без них с ними не летал, сейчас посмотрим. Вообще, я их добавил для того, чтобы зависать дольше, то есть, в воздухе держаться дольше. И, как вы заметили, у меня нет стабилизатора, то есть, это устройство без стабилизатора. Поэтому мы сегодня проверим ещё со стабилизатором и без, как оно себя ведёт. В чём же фишка? Во-первых, пофиксили тот момент, помните, когда я запускал раньше устройство, и когда у нас кончалось топливо, реактивное топливо, то у нас двигатели, как бы так, ну, грубо говоря, кончались, и через секунду залп такой был, потом тут же сразу кончались, ещё залп. И вот на этом залпе можно вообще было лететь долго. А сейчас же нет, вот эта вот пауза между вот этим перезарядкой, так сказать, батареи, она стала больше, и теперь, чёрт возьми, полностью реактивных устройств, мне кажется, не получится сделать. Хотя, если увеличить количество батарей, то, возможно, и получится. Проверим в следующий раз. Сегодня же давайте попытаемся взлететь. Что же у нас есть? У нас есть винты, которые дают разгонную силу, и в принципе, в принципе, как бы вот, ну, как видите, вот я уже, задняя часть поднялась, но этого мало, и, конечно же, мы включаем, конечно же, мы включаем... Ох ты ж, ёл, я прям чё-то как-то с этими крыльями-то прям немножко растерян, потому что у нас с этими крыльями, конечно, вот смотрите, я выключаю двигатели. Да, мы, конечно же, намного лучше парим, но задняя часть, она... Вот видите, меня сразу начинает нести наверх, поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, разворачиваемся, разворачиваемся, срочно я прилетел к своей базе. Поэтому мне нужно назад ещё поставить крылья, чтобы меня вот так резко наверх не тянуло. Давайте я это сделаю. Вот так я решил это всё сделать, и, в принципе, меня всё устраивает. Давайте же проверим лётные данные этого устройства, и заодно кого-нибудь убьём. Попытаемся сначала на двигателях этих взлететь, потому что в принципе... Нет, ну не хватает, видно, что не хватает мощности, но на этих... Смотрите, как ровно взлетает, да? Прям шикарно. То есть, да, конечно же, вверх нас тянет, но не настолько сильно. И вот смотрите, вот двигатели отключились. И только сейчас вот включились, но вот этот рывок, он намного дольше стал. Но и, как видите, в принципе, то есть благодаря... Благодаря вот этим винтам я спокойно держусь в воздухе, да и благодаря крыльям я спокойно могу вот так вот даже зависнуть и вообще парить. То есть, как видите, я довольно-таки долго просто даже без включения двигателей в воздухе нахожусь. И это достаточно интересно в том плане, что... Вот, кстати, вот сейчас мы такой залп сделаем реактивных двигателей. Нет, не получится, я уже ушёл с точки атаки. Сейчас мы развернёмся. То есть, у меня получился такой своеобразный бомбардировщик. Так, ну-ка давай-ка разворачивайся и... Так, всё, заходим. Всё, вот, где-то там он впереди был. Так, главное сейчас... О, стопок. Мне кажется, или оно пропало, это устройство? Серьёзно? То есть, враг пропал? Так, ладно, поищем ещё кого-нибудь сейчас. Где-то вот здесь вот кто-то... Кто-то где-то где-то выпал. А где враги-то все? Они серьёзно пропадают, что ли? Серьёзно? Врагов что-то было больше. И такое чувство, что на самолётах они пропадают. Вот, по крайней мере, у меня такое ощущение. Потому что я не вижу что-то... Вот сколько летаю уже. И то вроде бы пропал. Это... Эх, жалко. Знаете, я боюсь, одна есть вещь такая, что... Я создавал игру на версии очень поздней. И некоторые изменения, которые были введены после, они не вступили в силу в этой игре. Понимаете? Вот, я боюсь именно так. Так, ну вот, устройство появилось. Давайте посмотрим. Вот сейчас я попытаюсь развернуться, да? То есть... Давайте я попытаюсь развернуться и... Вот из радара оно сейчас выйдет, это устройство. И вот так вот. И давайте разворачиваемся. Вот, я его даже совсем не вижу. И смотрите, оно пропало. Не знаю, почему так сделано. Это на самом деле печально. То есть мы не сможем затестить. И вот я боюсь, я реально боюсь, что... Что... Это именно из-за того, что игра была создана определенной версией. Ну, понятно, что ракеты... Ну, ну, понятно. Пять штук ракет. Курсовых ракет, ребят. Это сила просто нереальная. Но, честно говоря, вот здесь вот, конечно, вот то, что рывок с этими ракетами... Ну, такое. Рывок с реактивными двигателями. Вот видите, резкий рывок, он не делает плавности устройству. Конечно, мы можем спокойно, спокойно вообще поставить спереди винтовые двигатели. И этого будет вполне достаточно, чтобы держаться в воздухе и взлетать. И, скорее всего, даже... Вот, 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 вот. Но я хочу запустить ракеты. Так. Вот, я тебя вижу, чувак. Вот, не могу развернуться. Оп-оп-оп-оп-оп. Пошли ракеты! Отлично. Отлично. Взрыв готов. Ну, понятное дело, что он уничтожен. Но, честно говоря, я что-то немножко недоволен. И вот сейчас, ребят, я бы хотел попросить совета. В том плане, что... Напишите, как вы думаете, в какой версии... То есть, еще раз повторяю. Игра была создана на версии очень поздней. Потом вышло, по-моему, обновление, наверное, 6. И вот вышло самое последнее, 7.0.0. И даже, вот, 0.7.4, на которой я сейчас играю вроде. Но, знаете, там часто пишут, что некоторые изменения не вступают в силу после... Ну, в старых играх. То есть, надо пересоздавать игру и заново начинать. И я боюсь, что здесь вот какие-то такие вот изменения, они не работают. Стоит ли начинать заново или нет? Вот, решайте сами. Пишите в комментариях. А мы сейчас, давайте, знаете, еще, что быстренько затестим. Вот, прям по-быстренькому. Мы поставим стабилизатор. Стабилизатор я поставил 2 на всякий случай. Потому что, все-таки, устройство довольно-таки мощное. И, ну, конечно же, стабильность-то сразу чувствуется. Ох! Прямо он вот выходит из пике, конечно. Нет, не смогут развернуться ракеты, конечно. Вот, перезарядились. Бам! Все, готово. Но, все равно не то. Он слишком резкий. Вот, из-за этих двигателей, вот, из-за этого рывка, вот это, бам! Я все теряю сразу управление. То есть, я не могу четко выставить свою позицию полета. Поэтому, у меня есть мысли по поводу того, что нужно поставить винты. Давайте попробуем. Вот так вот я сделал. Поставил еще 4 дополнительных винта и еще 2 ракеты по бокам. Ну, прям мне захотелось вот сюда подвесить ракеты. Попробуем, попробуем посмотреть. Посмотрим сейчас, что будет и... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай-ка, 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 давай-ка. Что-то я не пойму. Он прям не хочет тягу поднимать. Так, ну-ка еще раз, давайте. Вот шасси. Вот. Вот прям вот. Серьезно. Вот, вот, давай, давай, давай. Я не знаю почему, он не хочет подниматься. Еще раз, давайте проверим. То есть, в какой-то момент мне нужно, когда оторв... Я вот... Вот, оторвались. Нет, он не хочет. Стоп. Я что-то, что-то не так делаю. Сейчас еще раз, давайте-ка. Хмммм. Не хватает мощности, не хватает. Может быть, тогда добавить небольшие реактивные двигатели, чтобы вот для этого рывка, для взлета. Поставил самые маленькие двигатели от ГСО. Самые обычные. И этого, в принципе, достаточно, чтобы взлететь. То есть, все. То есть, мы взлетели, и вот, как видите, этого достаточно, чтобы летать. И вполне, кстати, меня полностью устраивает полет. Вот, то есть, так. То есть, вот сейчас вот вообще грамма стабильная. Одна и та же скорость. То есть, мы можем, так сказать, к устройству привыкать именно по скорости. Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком низко взял. То есть, мы можем к устройству привыкнуть по скорости. К примеру, ну, то есть, как-то привыкнуть к управляемости. Да, то есть, еще по каким-то таким моментам. Конечно, вот разворачиваются надо так... Блин, более резко. Господи. Надо привыкать, конечно, к полету. С винтами здесь попроще сейчас. Потому что реактивные тут либо нагружать нужно устроить, чтобы оно было менее таким, ну, как бы это сказать, менее легким, что ли. Уф, ракет, конечно, много. Либо, что-то не пойму я. Либо что-то я недопонимаю. В общем, ребят, устройство-то получилось. Самое главное, я добился того, что хотел. Это взлет, это нормальный взлет. Я бы, конечно, заменил вообще один двигатель всего лишь поставил, чтобы он не сильно влиял на скорость. Но, все-таки, это взлет, это убойная сила. Единственное, что, в принципе, ну, как-то не получилось. Вот, пошли ракеты, вот, бам, отлично. Все, минус нет. Смотрите, он еще выжил. Ну, то есть, не получается как-то показать, против кого мне воевать, да? То есть, вот так вот, ш-пам, отличный взрыв. Хорошо, хорошо, хорошо. Знаете, прям, нужно с радаром так работать. То есть, вот, на расстоянии так, потом это разворачивается резко так. Оп. Потом выпрямляться и атаковать. В общем, идея-то хорошая, но что-то либо с игрой, либо вот, ну, то, что не появляются враги. А либо с версией, либо... Ребят, ну, ну, серьезно, я не знаю. Я тогда не представляю, в чем может быть проблема. Давайте попытаемся сейчас так грамотно приземлиться. Прям, мне бы хотелось так, прям на шасси приземлиться. Все, даже мы не приземлились, а просто спарили. Но факт остается фактом, что приземление удалось. Ну, и ставьте лайки. Всем всего удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok